Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. И снова нет. На заседании Городостроительного совета отклонен проект строительства многоэтажки в Дагомысе. У сотой школы в Веселом скоро появится дополнительное здание. Здесь возводят блок для начальных классов. У сочинского цирка появилась шляпа. Новая скульптура – это подарок от районной администрации. Спортивные гимнасты вышли на соревновательный ковер. В Сочи открылись состязания ко дню защиты детей. Две недели на завершение всех работ. Столько времени осталось у дорожников, чтобы убрать с проезжей части всю технику. Успевают ли их сроку закончить ремонт автомагистрали Кубани, сегодня проверил Вениамин Кондратьев. Состояние дорог, ведущих к побережью, глава региона сначала оценил с воздуха. Вместе со своим заместителем и руководителями дорожных компаний губернатор осмотрели участки трассы Краснодар-Верхнебаканские. А после уже на машине проехали по М4 Дон. В районе Селогорска начальник Краснодарского управления Росавтодора рассказал, какие работы еще осталось сделать. Это все полностью ручной труд. То есть укладываются сетки, забиваются камни. Я бы сказал, что вы молодцы, если бы мы это смотрели в январе или феврале. Мне сейчас важно понимать, мы к 15 июня завершим ремонтные работы. В категорической форме, да. Вот сегодня мне это намного важнее. Мы в самом уже старте, начало курортного сезона. 1 июня можно говорить смело, что все, туристы поедут, автотуристы. И мы должны обеспечить качественный, доступный проезд всем, я еще раз подчеркиваю, и гостям нашего края, и жителям нашего края в Черноморском попережье. Разговор о подготовке кубанских дорог к курортному сезону продолжили на совещании. Одной из принятых мер стало ограничение движения большегрузов в дневное время. Действовать оно будет с 1 июня по 31 августа. Зеленый город. 9 особо охраняемых природных территорий появятся в Краснодаре. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона встретился с общественниками города. Среди основных вопросов генплан краевой столицы градостроительный документ готовит к публичным слушаниям. О чем договорились чиновники и общественники, расскажут наши краснодарские коллеги. По правую руку от губернатора чиновники, по левую – общественники. Слово дают каждому. Одним, чтобы рассказали о проблемах, вторым, чтобы предложили их решение. Тон диалог задает сам Вениамин Кондратьев. В первую очередь глава региона обращает внимание на нехватку школы, на застройку уже сформировавшихся микрорайонов. В качестве примера приводит гидрострой. Зачем мы сегодня микрорайон, который может быть красивым микрорайоном, комфортным для жизни, микрорайон гидростроителей превращаем опять в муравейник с сумасшедшей плотностью застройки. Не предусматривая опять ни школ, ни детских садов, ни зеленых зон. Из точки потенциала гидрострой превращается в точку кипения. Вот поступают сигналы о строительстве в зоне возможного подтопления на берегу Кубани. Но мы зачем опять проблему себе создаем, потом будем ее мужественно преодолевать. Евгений Алексеевич, у вас должна быть четкая позиция, что поймы реки Кубани из зоны подтопления не застраиваются ни при каких обстоятельствах. Мэрия в свою очередь заверяют, они остановили выдачу разрешений на строительство микрорайон гидростроителей. Высотки там сейчас возводят только те, кто получил одобрение ранее, до 2017 года. После Нового года ни одного разрешения на строительство ни в гидростроении, ни юбилейном выдаваться не будет. До решения социальных вопросов ничего. В таком составе встреча краснодарцев и власти уже была. Тогда бурное обсуждение вызвал проект Генплана. Сейчас градостроительный документ готовится к публичным слушаниям, чтобы закрепить территории под строительство детских садов, школ и формированию зеленых зон. Сейчас площадь насаждений составляет 400 гектаров. Это на сотню больше, чем в предыдущем варианте Генплана. В зону неприкосновенности активисты предлагают включить еще три участка рядом с городским садом «Карасунский». Жителями города проводится самостоятельное благоустройство территории. И мы просим сохранить и включить три участка в границы парка и поставить полностью все территории на кадастровый учет в качестве парковых зон. Мы готовы предлагать комплексные решения, готовые решения для освоения этих участков в рамках рекреационного назначения. Кроме того, созданы 9 особо охраняемых природных территорий. Это постановление губернатор подписывает прямо во время совещания. Решить нужны судьбу лесных массивов на окраине Краснодара. Большую часть сегодня внесли черту города, но они по-прежнему остаются в федеральной собственности. Нужно такое решение, которое позволит лесам остаться лесами. И федеральная она будет собственностью, городской. Вот дайте мне гарантию того, что если они будут городскими лесами, то однозначно не то, что один гектар, ни одна сотка, по большому счету, из леса не выпадет. Правила застройки кубанских городов Вениамин Кондратьев определил больше года назад. Особенно жесткими они казались в краевой столице. Уход от точечного строительства, бескомпромиссное сохранение парков и скверов, контроль за высотностью в историческом центре города. Все это требует строгого выполнения. Вопросы, которые возникают сегодня и которые я поднимаю, это не мои вопросы. Это вопросы, которые поднимают горожане. Вы услышите меня, жители города. И знаете, вы можете меня бесконечно долго убеждать, что все хорошо, но вы их убедите, услышите меня. И если они их не будут поднимать, значит на самом деле все хорошо. Правила игры застройки Краснодара не поменялись, они кардинально изменились. Кардинально. И никто их обратно не развернет. И никто с этим пусть больше не пытается даже играть. Я еще раз подчеркну, сегодня жизнь горожан, комфортная жизнь приоритетей. О том, что волнует, краснодарцы рассказывали губернатору почти 4 часа. В заключении Вениамин Кондратьев отметил, такие встречи будут гораздо короче, когда все озвученные проблемы в городе будут решены. Мария Крошина, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи тоже обсуждали облик города. На заседании градостроительного совета было представлено на рассмотрение три проекта. Но особое внимание привлек один из них, ранее уже обсуждавшийся и отправленный на доработку. Получил ли он в этот раз одобрение экспертов, узнаем у Елены Авсециной. Речь идет о строительстве высотки в Дагомысе. В прошлый раз, когда впервые рассматривался этот эскизный проект, заказчику указали на недоработки. Члены градостроительного совета при главе города Сочи даже дали свои рекомендации. Но и в этот раз представленная градостроительная документация вызывала нарекания. Заказчик путает ситуационный план с размещением объектов социальной инфраструктуры, с проектом планировки. Это серьезный документ, которым прописано, согласно Градкодексу, весь перечень условий, который должен быть учтен при размещении объектов. На данном этапе мы вообще-то градостроительный совет имели в виду, что сообщество архитекторов должно четко и ясно сказать, можно там размещать вот Дагомысе в этом месте, либо нельзя. И все, мне больше ничего не нужно. Ниже уровня русла, проектного положения русла, предполагается размыв еще на метро оси сниже. Это значит, за этой стенкой вот здесь может вымыть грунт, и вся набережная ухнет туда. А здесь уже фундаменты здания. Никуда не годится. Дело в том, что планируемая застройка должна быть осуществлена в пойме реки. Архитекторы объясняют, что район этот подтопляемый, и в период подъема уровня реки и часток смерчи, еще в отсутствие проекта берегоукрепительных работ со стороны застройщика, разрешить строительство многоэтажки в этом месте нельзя. Всегда важное мнение местных жителей, чтобы потом, когда начнется строительство, не было социальной напряженности. На всех уровнях слышатся одни и те же вопросы о том, что как можно больше объясняйте, как можно больше советуйтесь с жителями. Считайте, что это и есть совет с жителями, но те, которые понимают, что такое архитектура, что такое градостроительство. Поэтому для нас это важно. Глава города объясняет, если в доме 600 квартир, значит, как минимум будет 600 детей. Нужны дополнительные места в детский сад, школу, нужна и поликлиника, и сети. Тоже нужно строить новые. Вот об этих социальных нормах застройщики, как правило, думать не хотят. Одним словом, профессиональное сообщество архитекторов отклонило проект строительства дома в Дагомысе, посчитав, что на данном этапе его осуществить невозможно. Елена Всецнав, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». У сотой школы в селе Веселое скоро появится дополнительное здание. Блок для начальных классов начали возводить в марте. Как идет строительство и укладываются ли подрядчики в отведенные городом сроки, расскажет Татьяна Говоркова. Как будет выглядеть начальная школа, можно увидеть на паспорте объекта. Такой же архитектурный облик и фасад. Еще во времена строительства сотой школы в селе Веселом на улице Худякова было известно, что она будет вместимостью до полутора тысяч человек. Основной корпус образовательного учреждения открыл свои двери для учеников в январе 2012-го. А в марте этого года приступили к возведению второго блока для начальных классов. На данном этапе от общего объема работ выполнено примерно 40%. Задействовано порядка 70 человек. И поставка материалов на объект осуществляется без перебоя. Сейчас строители приступили к монтажу наружных ограждающих конструкций, возведению внутренних стен. Идет работа по установке вентиляции, систем вода и теплоснабжения. В следующем месяце начнется установка оконных блоков. Никаких препятствий на сегодняшний день, безусловному исполнительному обязательству, как по срокам, так и по качеству выполняемых работ, подрядчик не испытывает. То есть обеспечено полное, стабильное, обеспеченное финансирование. Проблем на сегодняшний день никаких нет. Думаю, что и в планированных периодах до завершения объекта эксплуатации таковых не будет. В трехэтажном здании начальной школы будет все необходимое для комфортного обучения. Подвальное помещение вместит хозблоки. На первом этаже появится вместительная столовая с наличием холодных и горячих цехов и актовый зал. Выше спальные комнаты, классы и полноценный двухэтажный спортивный зал. Сейчас отсюда открывается вид на большой школьный стадион. А так сейчас выглядит чердачное помещение начальной школы. Здесь сейчас выполняется армирование плиты перекрытия третьего этажа. Затем начнется устройство кровли, установка перегородок, строительно-отделочные работы, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу декабря этого года. Кстати, до конца 2017-го еще одна школа и два детских сада появятся в Лазаревском районе. А в целом за последние годы в Сочи были построены пять новых школ и почти 20 пристроек и новых детских садов. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Сразу четыре ДТП произошли в Сочи накануне. Для трех человек путь в этот день оказался последним. На автодороге Альпика-сервис Роза Плата 33-летний водитель ВАЗ-2114 по предварительным данным выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 43-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Чуть позже на улице Вишневая 20-летний сочинец на Вазовской девятке двигался с высокой скоростью и наехал на пешеходов, которые шли по тротуару. В результате ДТП с различными повреждениями в больницу были доставлены 7-летний ребенок и его мать. Вечером уже в половине девятого на улице Ивановская 29-летний водитель Мерседес Бен Свита при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Хонда», который двигался навстречу. В результате пострадал 29-летний водитель мотоцикла. Еще одна авария произошла в районе села Молдовка. Водитель мотоцикла выезжал с АЗС и на высокой скорости столкнулся с другим мотоциклистом. В результате сильного удара оба водителя скончались на месте. В ДТП пострадала и пассажирка. Она была госпитализирована, но спасти ее врачам так и не удалось. По фактам всех ДТП сейчас проводится проверка. Продолжаем. В Сочи растет число молодых людей, осужденных за совершение наркопреступлений. Рост составляет 3% по сравнению с прошлым годом. Статистику озвучили сегодня на заседании городской антинаркотической комиссии. Это тревожный симптом отметили на совещании, тем более в преддверии летнего сезона, когда дети остаются без пристального внимания со стороны учителей и родителей. И поэтому крайне важно грамотно отработать программу летней занятости. В первую очередь трудные подростки должны быть в обязательном порядке трудоустроены. Кроме того, на заседание антинаркотической комиссии пригласили представителей 10 городских реабилитационных центров. Они рассказали о своих наработках в борьбе с нарко- и алкогольной зависимостью. Они предоставляют сертификаты на прохождение бесплатной реабилитации для наркозависимых лиц. 50 сертификатов предоставила одна организация, 8 из них уже задействованы, и 8 сочинцев наших уже выехали на лечение в другие регионы, проходят реабилитацию. Это, в общем-то, это и есть работа. Тюльпановому дереву в Сочи дадут вторую жизнь. Представители экологического совета при главе города проведут первый этап работ по его восстановлению. Уникальный памятник природы находится в поселке Головинка. 20 лет назад это чудо-растение, которое посадили в 1839 году, включили в реестр историко-культурного наследия Сочи. Рекреационный объект находится под охраной государства. Когда-то вследствие удара молнии дерево раскололось на две части. Его удалось спасти, а спустя годы оно вновь вызвало тревогу ученых. Многие делали выводы о возможной гибели тюльпанового дерева. Но сейчас все опасения исключены. Оно разрослось. Сейчас там много сухих ветвей, ненужных совершенно. Огромное дупло в районе 30-ти купических метров дупло. И сейчас, вот совместно с компанией «Здоровый лес» мы будем заниматься тем, что уберем сухие все опасные ветки и произведем стяжку кроны системы кобра, которая позволит сохранить жизнь этому дереву еще многие годы. Четыре года назад Центр древесных экспертиз «Здоровый лес» создал проект по сохранению деревьев для будущего поколения и путешествует по стране с мастер-классами. Эксперты рассказывают озеленителям и будущим специалистам, как вырастить здоровое дерево, как выявить опасные растения, чем их лечить и как бороться с вредителями. Сегодня лекции и практические занятия прошли на территории Сочинского национального парка. Мы привезли уникальное действительно оборудование, но среди них прибор-разистограф, который заглядывает, позволяет в прямом смысле внутрь ствола своевременно обнаружить внутренние пороки, которые влияют на степень устойчивости дерева, выявить среди деревьев произрастающих опасные экземпляры. Участникам семинара наглядно показали, как нужно работать с этим прибором и рассказали, как можно с его помощью оценить иммунитет дерева. Кроме того, специалисты дали мастер-класс по обрезке деревьев и их защите от термических повреждений. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи появился очередной арт-объект. Его разместили возле цирка. Вот такая большая шляпа. Это подарок от администрации Хостинского района. Яркий головной убор, визитная карточка курортного сезона и прошедшего в честь его открытия красочного карнавала. Теперь шляпа, выполненная в морском стиле, что очень символично для Сочи, будет украшать площадь возле цирка. Мы сделали шляпу в стиле морском и решили, что это будет очень символично, потому что сочинские пляжи и пляжи Хосты очень теплые, очень гостеприимные. И эта шляпа символизирует такое замечательное теплое Черное море. В цирке говорят, что шляпа прекрасно вписалась в окружающий ландшафт. Она похожа на цилиндр фокусника, символ циркового волшебства. Она символизирует собственно начало курортного сезона и цирк тоже 10 июня начинает новый гастрольный сезон. Это и атрибут клоунский, и атрибут фокусника, поэтому здесь я считаю, это символично и в общем-то такая объединяющая тематика. Новый арт-объект «Надеются в цирке» станет объектом притяжения сочинцев и гостей для ярких снимков на память. Две культуры, одна вера. На сцене Зимнего театра состоялся праздничный концерт, который вот уже десяток лет в конце мая проводит грузинская диаспора города Сочи. Культура сближает, уверены представители нацобъединений курорта. Именно на таких мероприятиях представители различных национальностей, а в Сочи их более ста, изучают чужие и демонстрируют свои обычаи. Праздник грузинской культуры по традиции открывает календарный год сочинских фестивалей. Национальное культурное объединение грузин было одним из первых, которое вошло в состав Совета национальных объединений. И я искренне благодарен мужеству ваших руководителей, настоящих, а тогда тоже Сочи руководил, и всех старейшим, что они пришли в национальное объединение общее и являются яркой звездой во всем этом созвездии. Две культуры, одна вера. Я бы еще добавил, собственно, и одна судьба. В рамках концерта, организованного силами грузинской общины Иверия на сцене Зимнего своими талантами со зрителями делятся и армяне, и русские, и каждая исполняемая песня здесь со смыслом. Культура не только в том, что, допустим, кто-то поет, кто-то танцует, это маленькая часть культуры. Главная культура в нашем сердце, и как мы к этому относимся, как мы ведем все на улице, как ведем соседями, и что самое главное, как мы ведем с другими людьми, с другими концессиями, с другими национальностями. Вот это самый главный вопрос. На курорте проживает несколько десятков тысяч грузин. Большинство бережно хранят традиции своего народа и передают их из поколения в поколение. Вот и национальными танцами в Сочи занимаются сотни ребят. Появляется на курорте и все больше танцевальных ансамблей. Помимо известных и Верии и Эмеретии, это коллективы Колхида и ИМЕДИ. Инга Габеша, телекомпания ФКТ. Спортивные гимнасты и гимнастки вышли на соревновательный ковер. В Сочи открылись традиционные состязания, приуроченные ко дню защиты детей. Соревнования городские и участвуют в них порядка 200 спортсменов. Сегодня свои достижения перед членами жюри демонстрировали гимнастки. Завтра черед сильного пола. Хоть и считается, что спортивная гимнастика в Сочи в стадии развития, спортсмены уже показывают неплохие результаты и добиваются успехов на общекраевом уровне. Восьмилетняя Лена Чурсина буквально на днях вернулась из Краснодара, где завоевала два золота, серебро и бронзу. Я раньше ходила на художественную, но она мне не понравилась, была не по душе. И мы решили пойти на спортивную. Здесь у меня все получается. Я занимаюсь, я стараюсь, хочу стать кандидатом спорта. Городские соревнования для многих гимнастов как трамплин к спорту высших достижений. Уже через неделю многие из них отправятся бороться за пьедестал почета на турнир в Анапе. А с 4 по 10 июля сочинцы станут участниками всероссийских соревнований «Черноморская чайка», которые пройдут в родных стенах в спортшколе номер один. У нас уже 16 городов подтвердилось на участие. То есть все сливки России сюда съезжаются. Наши сочинские гимнасты выйдут на уровне, я думаю, не уступят ни в чем, даже всероссийскому уровню подготовки спортивных гимнасток. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com и на том я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.